Слово с разъяснениями Марату Саликовичу Динаеву. Значит, сегодня мы с вами, дорогие друзья, опять теряем время на этих товарищей, которых можно лучше всего назвать просто изменниками. Говорю громче. Эти трусливые навальнистые и яблочники, опять запертые снутри, спрятавшиеся в свою нору, прячутся от народного гнева. Это нам плюс, да. Что сделать для того, чтобы их оттуда вытащить? Вопрос очень сложный для меня лично. Мы с вами демократично настроенные люди. Мы же не можем, нарушая закон, вытащить их на свет, так сказать, чтобы они немножечко проветрились и пришли в себя. Эти ребята сидят в своих таких темных норах у компьютеров, и пытаются таким образом, таким образом, каким это, привести народ в смятение. Они никак не поймут, что 90% населения, что интернет пока еще сильно не восприняло. А среди 10% оставшихся, большая часть, безусловно, конечно, за Путина. Но, тем не менее, они строчат свои заказные статьи в попытках в России все, так сказать, разрушить сложившуюся уже систему. Все те блага, которые приносит нашему государству, так сказать, Путин, все они превращаются в то, что как бы они делают это они сами, понимаете? Пользуются теми моментами, что в мире сейчас кризис, и пытаются... Вот в Америке тоже кризис, понимаете? У нас кризис, да, у нас есть воры, это безусловно, коррупционеры, придурки во власти, это безусловно есть, это есть везде, понимаете? В 2013 году, в этом году Путин со всеми с ними, безусловно, разберется. Ему просто не надо мешать. Но им, сторонникам западного пути развития, это совершенно не подходит. Если Путин наведет полный порядок в России, то что же будут они критиковать, понимаете? Поэтому они очень старательно... Вот, допустим, они очень серьезно, я имею в виду сторонники Навального и Яблока, защищают миллиардера Прохорова. Они считают, что именно Прохоров, например, он не крал ничего, он законно заработал, а все остальные наши миллиардеры наворовали, понимаете? То есть, если миллиардер ихний, то он ничего не ворует. Если не ихний, то он вор там и так далее. Тут уж надо или всех грести под одну гребенку, или уже тогда не трогать кого? Никого. К сожалению, мы видим, что и во власти, вот на сегодняшний день Путин скольких уже снял, перевертыши тоже находились. К сожалению, даже у нас здесь, на Кубани, я вас уверяю, ихних сторонников, сидящих там, и их прикрывающих, тоже достаточно немало. И среди депутатского корпуса, и среди исполнительной власти. Мы не будем, естественно, сегодня называть их не имена по определенным причинам, потому что их сейчас на чистую воду выводит администрация президента Российской Федерации. Надо же следить за этим. Под каким-то чутким руководством эти люди расползлись, я имею в виду противники президента Путина по Краснодару. Кто их прикрывает, кто, как говорится, сейчас современный крышует? Надо разбираться. Сейчас они, да, заперлись, потому что под вашим гневом тут запрешься где угодно, елки зеленые. Я не удивлюсь, если мы в следующий раз придем, вообще замок будет висеть. Вон они. Серпентарий, яблоко закрыт, все улетели в Чикаго. Понимаете? Написано. Я так и не понял, это кто написал, правда, я так и не понял. Вообще очень прикольненько так получается. То есть они все на сегодняшний день в Чикаго. Что мы, до чего мы с вами добиваемся здесь находясь? Мы добиваемся только одного. А мы добились, что он закрыт. Да, товарищ Таичка, да. Это совершенно прикрепительно. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы эти люди прекратили призывать граждан России к гражданской войне. Достаточно России уже крови в 20 веке. Достаточно. Если им ее не хватило, то вон, пожалуйста, пускай езжают в Мали или куда хотят. И там себя попробуют. Мало того, что никто из них в армии-то не служил, тут долг отдавать они не захотели. А все такие воинственные. Послужили пару лет в армии, сразу бы, а к автомату близко подходить не захотели. Я, например, служил, и все наши руководители в армии служили. Автомат как родной. Но мы знаем, что это такое, что такое оружие. К нему не надо тянуть свои ручки ни во сне, нигде. Эти же ребята призывают свергнуть нашу власть насильственным путем. Пускай постараются лучше победить на выборах. Вон выборы. Если они считают, что Навальный их президент, пускай не докажет. Они утверждают, что их миллионы. Ну где эти миллионы? Вот где из этого миллиона один человек здесь? Да нету никого. Потому что прячутся. Потому что боятся вас. Потому что вы и есть народ. А вы сейчас уже подразозлились. Сколько можно? Сколько можно вот эти машины сюда загонять? Вы что, думаете, это случайности? Нет, конечно. Это цель. Это цель? Цель. Потом сиди, сторожи их машины. И тут это самое, оберегай от вас. Мало ли как вы... Значит так, друзья мои. Здесь же тротуар. Зачем же не поставили? Это, я же вам говорю, в Чикаго уехали, машины оставили. Дорогие мои, значит цель наша проста. Добиться того, чтобы эти, ну как бы их мягко назвать, перевертыши, пока граждане России, все-таки они в Чикаго еще не улетели. Если им не нравится жить в нашей стране, по нашим обычаям, законам, то, конечно, сегодня демократия, берут чемоданчик и едут действительно в это Чикаго. Как тогда Яков Яковлевич сказал, помните, про сало там и так далее. Не нравится, уезжаешь, двери открыты, никакого железного занавеса нет. И попробуйте в Америке, господа навальнисты, вякнуть хоть, хоть слово сказать против американского государства, и вы тогда поймете, что такое закон. Там уж точно вправят мозги по-быстрому. Я в следующий раз вам закон зачитаю, американских Соединенных Штатов, что касается подрыва, так сказать, государственности в Америке. Там долго, как у нас, не телятся. Демократии никакой нет. Хлопнули по башке в тюрьме и до свидания. Какой закон надо? Надо? Мы тоже требуем. Зачем открыто подрывать государственные устои нашей страны? С этим надо кончать Навальному, Митрохину, удальцов и так под домашним арестом. Хотя бы надо изолировать их все-таки от общества, товарищи, я считаю. Посидят немного, хоть 15 суток, подумают о своем поведении и вернутся в общество. Глядишь, одумаются. Тут вообще, я вам так скажу, за спиной вот этой вот всей шушеры проглядывается очень четко след олигархов некоторых российских. Которые, так сказать, их явно тоже начинают посыпать сверху очень солидно так деньгами. Понимаете? Это в интернете уже этой информации много. Пока мы не будем распространяться о непроверенную информацию. Но мы ее проверим. И вам скажем точно, кто из наших любимцев олигархов, сидящих сейчас где-то в районе Лондона. Понимаете? Их очень щедро, так сказать, спонсируют, елки зеленые. С этим всем дерьмом надо разбираться. Я вообще не понимаю, конечно, для меня не совсем понятно, что за благодушное настроение у нас здесь, в нашей местности, по отношению к этим ребятам. Да, мы их загнали в норы. Но разве мы это должны были делать? Не знаю, что они делают. Этот вопрос будет все время звучать, товарищи. Давайте вместе просто не пустим этих аспидов выползать на наши улицы. Дело в том, что пока они все равно не придут к чувству и не извинятся перед президентом Российской Федерации за свои вот эти обезьяньи листовки, мы все равно будем приходить и от них это требовать, товарищи. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Вы все-таки... Жаль, что патриоты России только в социальной справедливости. А я думаю, их много в Краснодаре. Братарь, я новую тему скажу, можно? Да. Спасибо за внимание. Пожалуйста, кто хочет выступить. Спасибо. Спасибо.